Слава Богу! В прошлый раз мы говорили о роли обучения в церкви, которая может быть индивидуальным или может быть в группе. И вы знаете, это имеет огромное значение в нашей жизни. Просто проблема в том, что мы многие слушаем, но не исполняем это. Вот, допустим, на неделе я веду обучение с Димой Солошенко. Есть у меня еще несколько человек, с которыми не так часто, как с ним веду обучение. Бог знает, и они знают. И вот практически я вижу, как это работает. Я думаю, Дима, в следующее воскресенье ты нам расскажешь свидетельство о том, как мы с ним работаем, и от него Бог уже дальше совершает свое дело. И одним из примеров индивидуального обучения или индивидуального ученичества является встреча Филиппа Севнухом. Откройте Деяние апостола 8.35. Когда Бог послал Филиппа, Он перед этим проповедовал в Самарии. И в Самарии был большой успех, большое благословение было в его служении. И в Самарии тысячи людей обращались к Богу, тысячи людей, не сотни, а тысячи. Весь город пришел в движение. И вдруг Бог говорит Филиппу, иди в пустыню, просто иди в пустыню. Он даже ему не сказал, иди проповедуй, просто иди. Он пошел. Вот подумайте, он бы мог сказать, подожди, Господи, тут тысячи людей меня слышат, обращаются к Богу. А ты меня посылаешь куда-то, непонятно зачем, и что я там буду делать. И вот когда он приходит, он встречается там с Евнухом. И Бог ему говорит, Дух Святой говорит, чтобы он подошел, он ему говорит. И вот посмотрите, Деяние 8.35. Филипп открыл уста свои и, начав от этого писания, благовествовал ему об Иисусе. В течение этого времени Филипп рассказал Евнуху о ком, кто является та личность, о которой говорит пророк Исаия. И как во Христе исполнились эти слова. Закончилась эта беседа покаянием и крещением Евнуха. Единственным недостатком вот этого процесса, знаете, какой является? Кто скажет мне? Какой недостаток вот этого процесса, который вот произошел между Филиппом и Евнухом? Он уехал, и он не смог продолжить этот процесс. Потому что очень важно уже после покаяния и крещения, важно продолжить этот процесс. Мы думаем, что мы вот покаялись, крестились и все, и успокоились, все хорошо, да? А это только начало. Надо расти всю нашу жизнь. А вот примером группового обучения является встреча Христа с двумя разочарованными учениками по дороге в Имаус. Помните, когда Христос явился им, и они такие разочарованные, расстроенные такие. Он говорит, о ком вы дорогой рассуждаете. Он не сказал им сразу, вот это и я из тот самый Мессия, в котором вы разочарованы, в котором вы расстроены так. Нет, он, посмотрите, что он начал делать. Луки 24, 27. И начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Посмотрите, что он делает. Он не начинает им доказывать, да это же я воскреший, ну неужели вы не понимаете, да? Он берет Писание, написано от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем Писании. Когда он таинственно вдруг исчез во время хлебопреломления, первое, что они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, и когда, 32 стих, изъяснял нам Писание. Вот здесь в русском тексте стоят два одинаковых слова. Изъяснял. 27 и 32 стих. Но в греческом языке там разные слова стоят. Вот в 27 стих. Христос изъяснял им Писание. Вот это слово греческое, оно звучит так. Диэрминео. Диэрминео. Значит, объяснять, истолковывать, и изъяснять. Оно произошло от двух слов. Диа – это через, то есть через что, как бы. И второе слово – истолковывать. Хрминео. Это уже что-то нам напоминает, правда, да? От этого слова произошла такая наука – герменевтика. Это искусство истолковывать библейские тексты. Само это, вот это слово, оно произошло от Хермес, или же это имя – the name of the messenger of the Greek diatist. То есть, Бог языка в греческом языке. И от Него произошла наука истолковывать тексты. Вот Христос истолковывал им, Он объяснял им смысл того, что сказано о Нем. Он цитировал им места и объяснял им. Вот в 32 стихе то же самое слово в русском написано «изъяснял», но опять-таки в греческом другое слово – dianoigo. «Отворять», «скрывать», «рассекать», «прорываться», «прокладывать путь», «разверзать», «изъяснять», «раскрывать». И это же самое слово используется в 45 стихе. «Тогда открыл им ум к пониманию Писаний». Вот посмотрите, Христос изъяснял им Писание. Оно для них открывалось, его смысл. Поэтому их сердце горело. Их сердце горело от того, что он объяснял. Хотя они еще до конца не могли понять то, что он им сказал. И позже, когда он уже открыл им смысл вот этих прообразов всех ветхозаветных приношений и значения пророчества Нем, которые указывали на Него, написано слово вот это «горело», то есть это говорит о глубине, о продолжительности них эмоций. Они не просто вспыхнули, знаете, как спичка и угасли. Нет, оно горело у них продолжительно и долго. Христос говорил, что некоторые воспринимают слово с радостью. Помните, да? Ну что происходит? Солнышко выходит, и они увядают. Приходят испытания, они увядают. Вот у них это продолжительное такое было. Вот такое правильное отношение к объяснениям Христа показывает их принадлежность к Богу. Вы можете проверить свое сердце. Принадлежите вы Богу или нет? Очень просто. Иоанна 5, 24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». То есть проверяйте себя, как вы реагируете на проповедь, как вы реагируете на поучение. Вот вы слышите через проповедника или же учителя в группе по изучению Библии. Вот равнодушное отношение к словам, к проповеди, он показатель серьезной духовной проблемы, которая в нашем сердце. Если вы сидите и где-то мысленно дремаете или же смотрите на проповедника, какого цвета у него галстук или на какую-то сестру там, или же вообще непонятно, о чем вы думаете, да? У вас серьезная проблема. Задумайтесь над этим. А вот наоборот, положительный отклик вашего сердца, он свидетельствует о вашей принадлежности ко Христу. Иоанна 8, 47. «Кто от Бога, тот слушает слова Божии». Слышите? «Кто от Бога, тот слушает слова Божии». «Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Иоанна 10, 27. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». То есть цель ученичества – правильно изъяснить Писание, которое указывает на Христа. Зачем научить людей практически применить его в жизни. Сегодня мы поговорим о проповеди. Ввиду того, что мы очень мало говорили о нем, о проповеди, об этой теме, я решил немножко вернуться и еще раз поговорить. То есть по каким принципам она должна быть построена. И хотя мы уже говорили об этом, но это был общий взгляд. И сегодня, я понимаю, мы не сможем так детально все рассмотреть, но тем не менее мы посмотрим, какой должна быть в основных пунктах библейская проповедь. Какие основные истины. Дело в том, что во всем мире произносятся миллионы различных проповедей. Каждый день, каждое воскресенье во всем мире произносятся миллионы проповедей. Сегодня я был свидетелем в одной американской церкви о том, как один человек, который больше 30 лет был пастырем, он уже на пенсии, его пригласили, он там проповедовал в этой церкви, я слушал его проповедь. Прямо вам скажу, я был просто в шоке. В шоке от того, что этот человек был больше 30 лет пастырем, но он не знает Евангелия, простых вещей, Евангелия. И действующий пастырь потом в конце вышел, он пытался его корректировать как-то, да? Мне было очень жалко смотреть на эту картину. Он свел к тому в своей проповеди о том, что мы все должны быть едины и в Аврааме, и мусульмане, и иудеи, и христиане. Мы одного отца имеем Авраама, братья и сестры. Ну, пастырь в конце вышел, начал его корректировать и говорить, что Христос – это один путь только к Богу. После этого я разговаривал с этим пастырем. Он говорит, я хотел плакать. Новый пастырь, он говорит, во время проповеди этого старого пастыря я просто хотел плакать, да? I almost broke in tears, он сказал мне, да? Это катастрофа, братья и сестры. Это просто катастрофа для церквей, в которых не проповедуется чистое Евангелие. Содержание, стиль и методы изложения, они могут быть разные, но самое главное, чтобы в проповеди была правильная мысль, основная мысль, основные принципы, евангельские принципы, которые должны проповедоваться. Давайте посмотрим на один пример, и на нем, вот, Светхого Завета, откройте Неемию, 8 главу, 1 стих. Просматривая свои записи, вы знаете, я удивился. Оказывается, я на эту тему говорил уже три раза когда-то, в Первой Славянской Церкви, три проповеди говорил в 2009 году. Видите, Бог как-то опять все-таки напоминает и говорит о том, что это крайне необходимо. Давайте прочитаем с первого стиха по восьмой, пожалуйста. Неемия, 8 глава, с первого стиха. Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами. И сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон при собрании мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать. В первый день седьмого месяца и читал от него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для него сделали, а подле него по правой рукой стояли, перечисляются имена священников. И открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра Господа Бога Великого. И весь народ отвечал Аминь, Аминь, поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли. И далее перечисляются имена левитов, священников. И левиты поясняли народу закон между тем, как народ стоял на своем месте. И читались книги из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Давайте немножко посмотрим историческую обстановку. В ваших конспектах, которые я вам раздал, вы имеете, я специально сделал выписку, потому что книга Ездры и книга Ниеми, предполагают, была написана одним и тем же автором. Ездры, скорее всего. Только он охватывает период, довольно большой период. И мы иногда читаем и думаем, что это в одно и то же самое время. Нет. Посмотрите, после пленения в Вавилоне происходит чудо. Царь Дарий, он же Кир, он дает указ о возвращении иудеев, и они возвращаются в обнищавшую иудею под руководством Зарававеля. Это был 539 год до Рождества Христова. И так начинается книга Ездры. Если вы откроете, вы увидите, первый, второй стих описывается о том, как вышел этот указ. Вот они приходят, начинают эти работы. Потом местные племена восстают против них, и работа останавливается. Потом пророк Агей и пророк Захария. Вот в наших Библиях Захария и Агей, они находятся уже перед книгами Малахии. И часто мы очень, ну, немножко не ориентируемся, где они, да, малые пророки. Так вот, это примерно в 520 году до нашей эры. В 520 году примерно начинается, да. Вот это опять строительство храма возобновляется. И в 515 году, обратите внимание, ведь они могли сразу прийти, сразу восстановить храм, но это был бы 540 год только. А в каком году храм был сожжен, кто помнит? В 586, значит, прошло бы только 46 лет, да, прошло бы всего. А Бог сказал, сколько будет времени? 70 лет, да? И вот эти люди, они стали противиться, да, казалось бы, ну, храм строят. А у Бога свой план. Прошло еще некоторое время. И вот в 515 году, 70 лет спустя после разрушения, да, происходит восстановление священия храма. Да, и об этом описывается Ездра 6 глава, 14 и 18 стих. Вот в этих 6 главах Ездра описывает вот это прошлое, что было до него. В 7 главе он приходит в Иерусалим. Он приходит. Приходит он в Иерусалим за 13 лет перед Неемией, раньше туда. Его посылает царь, чтобы он учил народ законам и так далее, да. И вот проходит еще 70 лет, и вот тогда уже приходит, уже спустя Ездра, потом Неемия проходит, уже после освящения храма. 70 лет проходит, то есть период. И все равно еще есть разруха экономическая, есть проблемы в народе. Люди платят непомерную дань своим хозяевам. Они продают сами себя в рабы. Представьте себе, в церкви у нас кто-то продал бы кого-то в рабы. Друг, брат, возьми себя в рабы. И какое-то время он был бы в рабах. Почему? Потому что ну просто необходимость. Нечем было платить даже. Настолько экономическая разруха была. И вот приходит Неемия в 445 году. Он восстанавливает за 52 года, за 52 дня вот эти стены. И вместе со священником Ездрой, который уже раньше был здесь, уже 14 лет они предполагают раньше был. Он уже учил, он уже занимался этим. Происходят религиозные реформы и возрождение народа. Ездра 7.10 написано. Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить в Израиле закон и правде. Посмотрите, желание Ездры какого? Во-первых, он сам, сам решил, расположил свое сердце к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его. То есть, начинается все с человека. Он сам это решил. И после этого он решил учить в Израиле закон у других людей. То есть, сначала, в первую очередь, мы должны быть сами зажжены этим. Если мы не зажжены, мы не можем учить наших детей. Мы не можем учить наших жен. Мы не можем учить наших соседей. Если наше сердце не горит к этому. Если мы не стремимся к изучению Писания, мы не можем учить других. Если у нас есть равнодушие какое-то, да? Часто мы спрашиваем, когда в последний раз вы говорили кому-то о Христе? Когда вы свидетельствовали о Христе, да? Не помню я. Почему ты не помнишь? В чем дело? Что происходит? А может быть, знаете, я иногда задаю вопросом, может быть, человек вообще не возрожденный? Потому что, если он возрожденный, он торопится другим поделиться, рассказать о своем возрождении. О том, что Бог сделал в нем перемену. Он не может об этом молчать. Только проблему здесь на юге я заметил. Кому не подойдешь, они говорят, вот на этой неделе мне несколько человек. I'm safe. Я во Христе. Христос мой Спаситель, да? На севере, где мы жили, там было проще. Каждый второй подходишь, он неверующий человек, да? А тут очень много людей, которые тоже такие, приветствую тебя, брат, во Христе, да? Ты даешь трактат, начинаешь объяснять. Они говорят, мы тоже верующие. Но, тем не менее, попадаются и такие тоже, да? Вот посмотрите. Ездра посвящает себя этому, обучать Священному Писанию. Где бы он ни находился, в Персии, он уже зарекомендовал себя. Его посылают в Иудеи, он тоже там это делает. И он изучает сам закон, учит других. И вот неделю спустя, после восстановления стен Иерусалима, народ собирается в Иерусалим, чтобы праздновать праздник Кущей. Посмотрите, первый стих написано. Собрался весь народ, как один человек. Ну, предполагаю, что там было минимум 50 тысяч мужчин, не считая женщин и детей. Знаете, так в Ветхом Завете и в Новом Завете так считали. То есть, мужчины, это воины, да? Это основная нагрузка на них. То есть, возможно, там было гораздо больше, возможно, 100 тысяч, может быть, 150 тысяч людей вместе с мужчинами и женщинами, с детьми. Если бы я попросил сейчас мужчин встать, к примеру, вы бы увидели, какая разница получается в соотношении. То есть, сколько еще женщин и детей гораздо больше. То есть, примерно 50 тысяч по спискам описывается. То есть, их было гораздо больше. И вот Ниеме, они изъявили желание, чтобы книжник Ездра, он прочитал им книгу Закона и читал из нее. Вообще, слово книжник, это впервые упоминается в Библии здесь, вот в этих книгах. Книжник, это тот человек, который знаток этой книги, который исследует эту книгу, изучает эту книгу, да? И вот желание народа слушать закон свидетельствует об их особом расположении, которое дал им Бог. Успех строительства, стены, храма, расположение народа, восстановление народа, все это заслуга Бога. Хотя Ездра и Ниеме, они немало трудятся для этого. Посмотрите, четыре раза в книге Ездра и Ниеме говорится об этом. Так как благодеющая рука Бога его была над ним. Это Ездры 7 глава 9 стих, 8 глава 18 стих, 22 стих и Ниеме 2 глава 8 стих. Повторяется эта фраза, благодеющая рука Бога была над ним. То есть они не приписывают успех себе. Они говорят, вот это изменение безразличия людей, их равнодушие. Бог изменил их. Ведь я думаю, что до них тоже были люди, которые пытались как-то пробудить людей, да? За эти 70 лет после восстановления храма. Ну, люди не принимали это, не было этого. Понимаете, храм все равно был в запущении, и стены были разрушены, и ворота были сожжены. Представляете, люди жили в таком... Вот представьте себе, двери в ваш дом, они были бы сожжены. Ну, как бы вы себя чувствовали? Вот так в то время. В то время ворота города – это безопасность. Они сожжены. И так многие годы. Люди жили, знаете, и никто не проявлял никакого ревности в этом. Но эти люди проявили ревность, и тем не менее они сказали, что результатом этого духовного подъема является то, что Божья благодеющая рука была с ними. Мы должны это помнить всегда. Это один из важных принципов проповеди. Искать славу Богу, показывать Его величие, Его милость к нам и в нашей жизни. Итак, народ просит Ездру принести к ним книгу. Книгу с законом и читать им. Это первое условие для проповеди, которое мы видим здесь. Проповедь должна иметь библейское основание. Принести им книгу с законом Моисеева, который заповедал Господь Израиля. Задача проповеди состоит в том, чтобы не выслушать мнение человека, не точку зрения каких-то ученых, каких-то политиков, хотя мы их иногда и можем цитировать тем ученых или поэтов или так далее. Задача проповеди заключается в том, чтобы представить людям слова, которые Бог заповедовал. Библия – это Слово Божие. И задача проповеди, задача проповедника – передать эти слова людям. Можно быть очень умным, можно быть очень грамотным, можно быть красноречивым проповедником, но это ничто не значит по сравнению с тем, кто создал эту Вселенную, Творцом Вселенной. Нет такого человека на земле, насколько бы он не был красноречив, насколько бы он не был умным, чтобы он мог сравниться в значении своем, в авторитете с Богом. Вы сюда приходите не для того, чтобы послушать мое мнение. Мое мнение ничего не значит по сравнению с мнением Бога. Моя задача – передать для вас мнение Бога, Его заповеди, Его повеления, Его авторитет проповедник здесь представляет. Я могу вам какие-то интересные истории рассказывать, но самое главное – представляют эти истории авторитет Бога. Рассказывают вам они о Боге или нет? Нет. Задача проповеди состоит в том, чтобы люди могли услышать то, что им говорит Бог. Поэтому апостол Павел говорит Галатам 1.11, «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое». Чтобы вы помнили, это не человеческое Евангелие. Я его не придумал, я его не изобретал, но я передаю вам то, что Дух Святой вложил в мои уста. В этом заключался успех проповеди и Павла. Апостол Петр, обращаясь к верующим в церкви, 1 Петра 4 глава 11 стих говорит, «Говорит ли кто? Говори, кто помнит, как дальше написано?» «Как слова Божии, не рассказывай истории свои». Иногда мы можем жизненную историю рассказать, притчу какую-то и так далее. Ну, не надо излагать, вот целью, стержнем, основой проповеди должно быть Библия. Текст Священного Писания. «Иначе от этого место написано, изъяснял и благовествовал Евангелие». Сказано о Филиппе. «Служит ли кто? Служи по силе, которую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Стефан в своей проповеди в Синедрионе вспоминает Моисея и подчеркивает авторитет закона, который дал ему Бог. Деяние 7.38. «Это тот, он говорит о Моисее, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синаи и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам». Посмотрите, как он говорит об этом. Он говорит, «Вы, члены Синедриона, 71 человек от Израиля, собранные здесь, высшие умы, Моисей передал вам живые слова, чтобы передать вам, и вы превратили их в мертвую букву, в мертвую религию. И вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Помните его слова, он говорит. «То есть в словах проповедника должно доминировать не его личное мнение, но мнение Бога». Задача проповедника – взять одно место или несколько мест Писания, разъяснить их значение, используя, опять-таки, другие места Священного Писания, а не свои предположения. Вот тогда Бог будет говорить через проповедника. Поэтому, когда Ездоров взял свиток Божьего закона, написано «Народ встал и повергался пред Господом». Не перед Ездрой, а перед Господом, потому что Слово Божие Он им принес, для того, чтобы они могли прочитать. И вот авторитет Писания, присутствие Бога через чтение закона, оно настолько было реальным, что люди просто, не просто встали, написано, они повергались, то они упали и кланялись, вот буквально ложились на землю и кланялись и поклонялись Богу. Так первое и самое главное условие для проповеди, библейской проповеди, она должна быть основана на Библии. То есть, не просто человек должен, она основана на Библии, она должна иметь библейское основание. Второе. Она должна быть доступной и понятной. Посмотрите, 8.2. И написано, что он принес священник Ездра закон предсобрания мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать. И в третьем стихе тоже написано, которые могли понимать. Вот это слово «понимать» означает разуметь, постигать, внимать, рассматривать, вдумываться, наставлять, объяснять. Это слово встречается только в этой шестой, то есть, только в этой главе, вот в восьмой главе, шесть раз. Во втором, третьем, седьмом, восьмом, девятом и двенадцатом стихе. Понимать. Очень важно. Знаете, можно говорить, и человек выходит, говорит, говорит, и потом спрашивает, кто сегодня проповедовал? По-моему, вот этот брат. О чем он говорил? Не помню. Вы пытаетесь проанализировать, где вы сегодня были утром, и о чем вы слушали проповедь, да? Возможно. То есть, это очень важно. Понимаете, мы должны говорить так, для того, чтобы мы могли понимать. То есть, значение этих слов, написано, нееме и 8.8, и читали из книги Закона Божьего внятно, внятно, то есть, ясно, внятно, объявляли, прочитывали вслух, чтобы люди могли понимать. Здесь же возникает вопрос, кто слушал чтение Закона? Написано, все. Третий стих. Пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать. Это кто? Это дети. Дети. Когда дети начинают понимать? Два-три годика они уже начинают понимать. Чуть подрастают, потом и... Я вижу по реакции детей во время собрания, как они реагируют. Я вижу, что они уже понимают в этом. Хотя они иногда что-то там рисуют, вроде бы там что-то рассказывают, а потом едут, и они рассказывают, и задают вопросы интересные папе и маме. Они потом в шоке, папа и мама, насколько они внимательно слушают. Иногда внимательнее, чем сами папа и мамы. Как долго длилась эта проповедь? С утра до сколько? Шесть часов. В течение восьми дней. С шести часов утра до двенадцати часов дня. Каждый день. Сто пятьдесят тысяч людей, мужчин и женщин, слушали в течение шести часов, восемь дней в неделе. Слушали проповедь. Вот это служение, правда, да? И не как мы вот так сидим здесь, кондиционер работает, да? Нет, ничего подобного. На улице они стояли там, кто где могли, имели какую возможность. Несколько позже они опять собрались, в двадцать четвертый день того же месяца. И они делали примерно то же самое. Нееме 9 глава, 3 стих. И стояли на своем месте, четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего. Спустя буквально неделю, да? Или две недели спустя. Теперь уже три часа чтения закона. И четверть исповедовались, три часа исповедовались и поклонялись Господу Богу своему. Мы иногда переживаем, вот молитва там, несколько человек помолились, да? Затянулось собрание. Да? Я разговаривал сегодня с Ричардом и говорю ему, слушай, у вас, говорю, проповедь 20 минут, тебе пора уже немножко, чуть-чуть это, проповедь это. Он говорит, я думаю поставить этот вопрос у нас на Братском Совете. Board of Elders. Я говорю, ты пастор церкви, ты должен понимать, в этом смысл, смысл этого, потому что, ну, ты только начинаешь раскрывать тему, и уже аминь надо говорить, да? Три часа слушали проповедь, три часа исповедовались, поклонялись Богу. Как вы думаете, почему сегодня мы настолько невнимательны? Почему у нас сегодня трудно нам слушать? Вы не задумывались над этим? Знаете почему? Потому что мы живем в таком мире, где мы быстро очень имеем разные средства информации. У всех у нас есть компьютеры, телевизоры, мониторы компьютеров, сегодня заменили телевизоры, да? Где информация быстро для нас меняется, она идет, и мы не привыкли к тому, чтобы спокойно, вдумчиво сидеть, читать, слушать и размышлять. Мы все время куда-то торопимся. Мы не привыкли просто сесть, спокойно поговорить, прослушать, поразмышлять. Мы куда-то торопимся, куда-то бежим. Так или нет? Второе, вернее, третье. Первое условие для проповеди, она должна быть основана на Библии. Второе условие для проповеди, ее смысл должен быть понятным и доступным. Третье условие, она должна иметь разъяснение проповеди. Посмотрите, восьмой стих, восьмой главы. Читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. В английском написано, they read from the book, from the law of God, translating to give the sense, so that they understood the reading. Чтобы они понимали прочитанное. Ездра громко читал вслух. Понятное дело, микрофонов тогда не было. Его не могли слышать все эти 150 тысяч человек. Тогда стояли священники, левиты. Посмотрите, седьмой стих. Народ находился каждый на своем месте. И они поясняли народу закон, седьмой стих, между тем, как народ стоял на своем месте. И восьмая глава восьмой стих говорит, и присоединяли толкование. Это слово еврейское встречается 16 раз в Ветхом Завете, и в большинстве случаев переводится как ум, разумение, смысл, благоразумие. Они объясняли смысл, значение, толкование приясняли. То есть они разъясняли народу закон, как его притворить в жизнь, что это значит. Это можно сравнить с занятием в группах. Мы слышим проповедь, а потом дома и в изучениях на неделе в группах мы продолжаем пережевывать, как овечки. Знаете, они скушали, а вечером они опять пережевывают все это. Да, ночью. И у них двойная происходит переработка как бы продукта. И лучше, поэтому такая вкусная баранина, наверное, да? И шерсть такая прекрасная, да? И, кстати, печень от нее у меня никогда не болит. От чего угодно, только не от баранины. Посмотрите, проповедовать и учить – это прямая обязанность священника или пресвитера в церкви. Малахии 2,7. Ибо уста священника должны хранить ведение, то есть знание. Закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Сауфа. Пресвитер церкви – это не организатор, это не администратор. В первую очередь, это учитель Слова Божия. О священниках и левитах в книге Иезекииль, 44, 23, сказано, «Они должны учить народ мой отличать священно от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто». Одной из прямых обязанностей священника было то, чтобы учить закону и объяснять людям значение постановлений, данных Богу, и указывать разницу, что является греховное, что является нечистое, что является святым, что является праведным, чтобы люди могли понимать разницу. Помните, я не помню, рассказывал вам пример или нет, встретились, в нашей церкви подошла одна сестра и говорит, «Я беседовала с одной девушкой, и вот мы с ней обедали, и на обеде выяснилось, что она не знает, что такое грех». Она ходит несколько лет в какую-то церковь, уже несколько лет в церковь, она говорит, «Я даже часто обедаю с пресвитером», но она не знает, что такое грех. О чем он проповедует каждое воскресенье? Если член ее церкви, который даже обедает и не понимает, что такое грех, кроме того, она живет с другим человеком вне брака, и этот пастор никогда не объяснил о том, что это грех. Они должны учить народ, мой отличать священное от несвященного, и объяснять им, что нечистое, что чисто. некоторые люди думают, ну, вообще, читать Библию, изучать ее, это нужно для пресвитера. Ну, для лидера в группе еще тоже пойдет, пусть он там разборы ведет. А мне зачем это нужно? Зачем мне вот это изучение, чтение? Посмотрите, что написано в книге пророка Исосии, 4 глава, 6 стих. Оно говорит о том, что изучение Писаний, оно необходимо не только для проповедников. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Народ мой будет истреблен за недостаток ведения. Пророк Исаия задолго до пленения в Вавилоне, задолго до пленения в Вавилоне говорил, что его народ закрыл свои уши для слушания закона, да? Пророк проповедовал, но народ не слушал. Исаия 6, 8. И услышал я голос Господа, говорящего мне, кого мне послать? Кто пойдет для нас? Я сказал, вот я, пошли меня. И сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, не услышат ушами, не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. И сказал я, надолго ли Господи? Он сказал, доколе не опустеют города и останутся без жителей, и домы без людей, или дома без людей, и доколе земля это совсем не опустеет, и удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. Почему произошло запустение? Почему исполнилось пророчество Иеремии и Исаии в отношении народа? Хотя Исаия проповедовал примерно еще за 120 лет, примерно до того, как совершились эти события, да? Даже больше. 200 примерно, ну, меньше, 586 год, да, где-то он в 70-х годах, он говорил, 700 лет, да? Почему это исполнилось? Почему? Потому что народ пренебрежительно относился к тому, что говорил Бог через пророков, да? И это исполнилось, опустело, опустела земля, народ был уведен в вавилонский плен. И вот мы видим теперь в книге Неемии, 9 глава, 29 стих, говорится, ты напоминал им, то есть нам, нам, людям, обратиться к закону твоему, но они, наши праатцы, упорствовали, не слушали заповедей твоих и отклонялись от уставов твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их и хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упруга и не слушали, ожидая их обращения, ты медлил многие годы и напоминал им духом твоим через пророков твоих, но они не слушали. И ты предал их в руки иноземных народов, во всем постигшим нас, ты праведен, потому что ты делал по правде, а мы виновны. Цари наши, князья наши, священники наши, отцы наши, не исполняли закона твоего и не внимали заповедям твоим и напоминаниям твоим, которыми ты напоминал им. Вот люди уже побыли в плену, они уже смотрят назад, они уже видят, анализируют, что произошло с народом. мы можем, глядя на историю нашего народа, к примеру, 70 лет коммунизма, проанализировать и посмотреть, что это было, какие последствия, мы можем видеть сегодня, когда сегодня Америка пытается, знаете, социализм, это что-то для них такое интересное, новое, мы там уже были, мы знаем, что это такое. А их это влечет, им это интересно. Это вот что-то такое заинтриговывающее. Ну, посмотрите, посмотрите на другие народы, которые через это уже прошли, которые там уже бывали. И этот говорит, мы были там, ты напоминал нам, ты многие годы, ты ожидал нашего обращения, но мы упорствовали и не делали этого. Вот результат. И теперь весь народ во время чтения закона, он написано, сосредоточил свое внимание и слух. И написано, все преклонили ухо свое. Почему? Чтобы не упустить ничего важного. Ведь, когда они не внимали, посмотрите, что произошло, какая катастрофа произошла с народом. Итак, три первых условия проповеди. Она должна иметь библейское основание, она должна быть понятной, библейские тексты должны быть правильно истолкованы. Четвертое условие, она должна иметь призыв к исполнению. Посмотрите, Немия 8 глава 9 стих. Тогда Немия и книжник Ездра, священник и левиты, учившие народ, сказали народу, день сей свят Господу Богу вашему, не печальтесь, не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона. Почему люди плакали, скажите? Холодно было? Нет? Они плакали, потому что они понимали, что и они, и их прадцы нарушали закон, и поэтому вот к этому они пришли. Они раскаивали в своих поступках. Слово Божие касалось их сердец, оно производило сокрушение, всенародное покаяние производило. Иногда я вижу, как во время проповеди или во время объяснений с кем-то беседую, вижу, слезы выступают на глаза человека, иногда я вижу, человек просто сидит и дремлет. Или же мне приходилось как-то с одним человеком убеждать его, говорить его, беседовать. Вы знаете, до того дошло это, что я думал, я сам покаюсь сейчас от своего собственного свидетельства. Он повернулся ко мне и говорит, слушай, Гена, давай в хомги позаедем. Значит, все, что я ему говорил, это все летело мимо шеи. Это была правильная реакция у народа. Проверьте себя, что мы ощущаем при слышании Слова Божия. Проверьте себя, как мы слушаем Слово Божие. Как мы к нему относимся, как мы его читаем в группах. Нас тянет к этому, хочется ли на неделе избирать, разбирать. Мне приходится на неделю еще три, четыре, пять раз больше. Какой там пять раз? Если считать еще и индивидуальные встречи и плюс групповые встречи. Я все равно хочу еще говорить об этом. Хочу об этом говорить. Вы скажете, вы пастырь, да? Я знаю других братьев и сестер, которые тоже хотят об этом говорить. Они не являются пастырями. Когда Исаий, Бог явился и заговорил с ним, Исаий сказал, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, живу среди народа тоже с нечистыми устами. Глаза мои видели царя Господа Саваофа. Правильная реакция на Слово Божие, на явление Бога, да? Оно касается сердца. Когда Петр проповедовал, написано, они умилились сердцем. Буквально пронзили. Вот эти слова Петра пронзили их сердце, они покаялись. Следующий текст в книге Нееме, 8 глава 12 стих, говорит, что произошло в результате такого понятного разъяснения. И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем. Почему? Что тут написано? Ибо поняли слова, которые сказали им. Сначала люди плакали, они раскаивали свои греха, а потом начали радоваться. Почему? Ведь Бог с нами, Его Слово истина, верно. Да, они согрешили, но соблюдение Слова Божьего является гарантом безопасности во всех сферах жизни. Несмотря на наказание, несмотря на разруху экономическую, Бог совершил чудо. Он вернул народ свой в Иудее. Стены Иерусалима восстановлены, храм отстроен, проповедуется Слово Божие. По милости Бога мы не исчезли как народ. И они начали радоваться. Более того, в народе были произведены экономические реформы, которые облегчили вот это положение. И все это благодаря пониманию и послушанию закону Божьему. Итак, четыре основных условия проповеди, они крайне необходимы. Она должна иметь библейское основание, она должна быть понятной, библейские тексты должны быть правильно истолкованы, она должна призывать к практическому переменению. Теперь, что производит библейская проповедь? Ниемий 9.1. В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих, и отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедовались во грехах своих, и в преступлениях в отцах своих, и стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовались, и поклоняли закону, и из книги закона, и четверть дня исповедовались, и поклонялись Господу Богу своему. Первое, что производит, это исповедание грехов. Посмотрите, народ плакал, он слушал закон, они исповедовались, они каялись, они не оправдывались, они исповедовались и в своих грехах, и в грехах своих отцов написано, что и отцы наши не проявляли вот этого послушания. В послании к евреям написано, ибо Слово Божие что? Все живо и действенно, оно острее всякого меча Баюдаострова, оно проникает до разделения души и духа, заставов мозгов, судит помышления и намерения сердечные, нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его, ему дадим отчет. Слово Божие, оно производит удивительное действие. Я помню, как несколько человек говорили в нашей жизни, а что к вам ходить в церковь? Вы все про меня говорите. Вы как будто там договорились. Почему? Слово Божие касается сердца этого человека. Оно обнаруживает, оно обнажает то, что мы тщательно так прячем друг от друга. Иногда даже сами от себя мы прячем. А Слово Божие это обнаруживает. Мы слышим, и вдруг ко мне подходит, брат, это ты что, про меня говорил? Сестра, ты это имел меня в виду? Да, мне много, десятки таких случаев были. Оно осуждает и обличает грех, и как скальпель хирурга рассекает вот эти внутренние духовные нарывы или опухоли, чтобы мы могли от них освободиться. Поэтому, когда мы слушаем проповедь, объяснение, мы должны быть внимательны, на что именно указывает Господь в нашей жизни. После этого происходит исповедание этого греха, открытие этого греха, просьба о прощении. Мне приятно слышать от людей, которые проходят время, и потом они исповедуются, звонят, исповедуются мне, каются. Да, вот проповедь, воскресная проповедь, она производит перемену. Один человек исповедуется в одном, другой в другом, третий в третьем. Проповедь производит освобождение от этого. Я радуюсь, это Бог действует в сердце человека. Слава Богу! И это реально. После прошлого воскресения несколько таких было исповеданий, да, когда Бог действует, и я рад, это не я, братья и сестры, Слово Божие действует. Но все зависит от нас. Если мы будем внимательны к этому, оно будет скрывать то, что внутри в нашей жизни, то, что сокрыто, то, что мы прячем, оно будет обнажать это. И мы будем освобождаться от этого. Второе. Оно производит истинную радость. Посмотрите, тут написано, что они пошли, 8 глава, 12 стих, праздновать с великим весельем. Далее написано, что в 13 стихе написано, на другой день они собрались главы поколений, вот они нашли в законе, что надо праздник кущей праздновать. И вот они собрались, собрались и праздновали. И написано в 17 стихе, радость была весьма великая. Весьма великая. Радость и блаженство наше сердце может наполнять тогда, когда мы слушаем и исполняем. Наоборот, негодование, чувство вины будет преследовать нас, когда мы слушаем и не выполняем. Вот представьте себе, мужчина, он пришел и говорит жене. Мы, вот, к примеру, у Виталика были, кабинеты кухонные, помогали ему собирать. Он бы мог сказать, жена, посмотри, я купил кухонные кабинеты, но они в коробке. И он бы взял инструкцию, прочитал ее и сказал, Люда, посмотри, какие прекрасные кабинеты, посмотри, какие рисунки здесь находятся. А Люда сказала бы, собери их. И вот, когда он собрал первый кабинет, он посмотрел, и что? Он радуется. Братья, не только инструкция, исполнение радует нас. Сестры, не просто, знаете, прочитать рецепт, из чего нужно сделать. Муж не будет питаться рецептом. Да? Ему нужно конкретно, что необходимо. Мы радуемся, и он радуется, мы все радуемся, когда мы не только инструкция, но мы выполняем то, что мы слышим. Тогда радость наша, блаженные, слушающие, что? Исполняющие. Это сам Христос сказал. Греческое слово Макариус означает счастливый человек, который слушает и исполняет. Итак, слышание Слова Божия производит, первое, исповедание грехов, второе, истинную радость. Третье, желание слушать Слово Божие, изучать Слово Божие. Мы послушали проповедь, потом мы решаем, все, я тоже буду изучать Писание каждый день. Брат Геннадий, я решил теперь каждый день буду читать Писание. Я знаю, по крайней мере, три или четыре человека, которые в нашей церкви решили каждый день читать Писание от той проповеди несколько недель тому назад. Помните? Они говорят, мы все, мы решили каждый день. Я надеюсь, что вы продолжаете это делать. Не поднимайте руки. посмотрите, тринадцатый стих. На другой день собрались главы поколения от всего народа, священники и левиты, к книжнику Ездры. Вчера шесть часов проповедь была. Они на другой день собрались. Опять шесть часов было проповедь. Они потом после этого собрались. Для чего к книжнику Ездры? Чтобы он изъяснял им слова закона. Сказать, ну что, вам мало что ли? Они собрались, главы поколения, уже более узкий круг, что это такое? Это подготовка лидеров. Это занятия в группах, которые происходят у нас. И вот это обучение, оно происходило не на основе каких-то психологических трюков. Нет. Чтобы он изъяснял им слова закона. И написано, и нашли написанное в законе. То есть, они вникали и говорили, о, посмотри, вот тут написано, а мы же этого не исполняем. Надо сделать праздник кущей. И они сделали. И написано, радость была великая. Помните, про жителей вери написано. Услышав Павла, они после того, как они услышали, на следующий день, и на следующий день, и на следующий день, и каждый день собирались, что? Ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? То есть проповедь производит на желание изучать Писание. Четвертое. Последнее. Оно производит на желание принимать конкретные решения. Можно прослушать проповедь. Знаете, можно проронить слезу. Можно так, жалко Христа, так страдал. Бывает такое. Можно радоваться даже во время проповеди. А как говорит, хорошо. Вот прекрасно, как замечательно говорит. Можно слушать проповеди на дисках, по интернету, но при этом не принимать никаких конкретных решений для себя, для своей жизни, для изменения в своей жизни. Бог открывает людям свое слово, их нарушение, их несоответствие жизни со Словом Бога, для того, чтобы они могли это исправить, для того, чтобы они могли измениться. Люди откликнулись на проповеди объяснения Ездры. Посмотрите, Ездры, посмотрите, откройте Ездры, 10 глава, 3 стих. Они настолько были вот тронуты тем, что учит, чему их учит Ездра. 10 глава, 3 стих. Заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету Господина моего и благоговеющих пред заповедями Бога нашего мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, и да будет по закону. Эти события произошли на 13 лет раньше, чем те, которые мы читали к вами в книге Ниемии. Но у них видны точно такие же действия, как и во времена Ниемии. Люди принимают конкретные решения, согласно того, что им открылось через Писание. И эти решения очень болезненные. Посмотрите, они освобождаются от рабов, они освобождают рабов. Раб работал бесплатно на них. Они теперь его отпускают. Они возвращают сады, они возвращают поля, они возвращают долги, другое имущество. своих соплеменников, которых они брали в рабы, они отпускают. Кроме того, посмотрите, самое болезненное решение, они отпускают иноплеменных жен вместе с детьми, потому что они стали склонять их к идолопоклонству. И кроме того, они дают торжественное обещание исполнять этот закон, 10 глава 3. Вступим в завет с Богом. Отныне мы все будем это выполнять. Люди, знаете, они вступают, говорят, давайте всей церковью заключим завет, мы будем поступать только по Писанию. Не будем обманывать, не будем сплетничать, не будем клеветать. Каждый день будем читать Писание, будем проповедовать другим людям. Давайте сделаем это. Лес рук. Вы понимаете, как часто очень благие намерения у нас есть, но насколько конкретно мы притворяем их в нашу жизнь. У веры Кучнир есть прекрасное стихотворение. Мы завтра будем это делать. Мы завтра будем помогать, мы завтра будем читать, мы завтра будем свидетельствовать, мы завтра это будем делать. Но не сегодня. Проповедь, она должна призывать к конкретным решениям, которые мы должны делать в нашей жизни. 9 глава 2 стих Ниеми. И отделилась семья Израилева от всех инородных. 13 лет прошло, и еще не все отделились. 13 лет спустя все-таки они приняли решение. И мы должны все-таки отделиться. Сделать это и встали и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. Слово Божие производит в человеке желание для изменения в его жизни, отвращение от греховных привычек, от греховных сообществ, желание жить святой жизнью. Слово Божие производит, и нужно конкретно делать решение, не только, чтобы это только было желание. Сегодня идет борьба за умы людей. Зайдите в магазин, откройте интернет, вы увидите вот эти все поп-апс, которые выскакивают, вы увидите обложки магазинов, журналов вернее, или же билбордс, которые вас встречают, и непонятно, что там рекламируют, потому что там стоит женщина, а потом снизу читаешь, ты видишь, оказывается, рекламируют там не женщину, рекламируют чистящее средство для туалета. И почему? Для того, чтобы хотят привлечь наше внимание. Нас буквально бомбардирует этой рекламой. Для чего? Идет борьба за наши умы. Знаете почему? Чтобы мы приняли конкретное решение. Я хочу купить эту машину. Я достойна этого. Я хочу купить эту лодку. Я хочу купить это. Для чего? Чтобы потом быть рабом, отрабатывать все это. И не было времени даже покататься на этой лодке. Захватить ум человека. Захватить, чтобы он принял решение какое-то. Наши мысли не отражают нашу сущность. Мы уже говорили об этом. Наши убеждения не формируются от наших мыслей. Наши поступки являются результатом наших убеждений. Иными словами можно сказать, что мы думаем или же тем мы являемся, о чем мы думаем. разъяснительная проповедь помогает нам заложить хорошее основательное фундаментальное направление в нашем мышлении, в наших взглядах. Она формирует наше мышление. Мы можем поступать правильно лишь тогда, я подчеркиваю, мы можем поступать правильно лишь тогда, когда сила нашего убеждения, сила нашего измененного мышления основана на основе Божьем, она становится гораздо выше наших собственных желаний. Мы их подчиняем Слову Божьему. Вспомните случай вашей жизни, когда вы понимали, что вы не должны это делать, но вы все равно это делали. Я не знаю, вы святые, может быть, такие, нигде никогда не делали. Я иногда ловил себя на мысли на этом. Апостол Павел об этом даже говорит. Он говорит, чего хочу не делаю, а чего не хочу, того делаю. Но сила наших убеждений, сила того, что библейское мышление проникло на нашу внутренность, и в конце концов, я принимаю решение согласно того, что говорит Бог, а не того, что я хочу. Конкретное решение, основано на Библии. Вот когда Слово Божие будет действовать в нашей жизни, можно прослушать тысячи проповедей своей жизни. Иисуса Христа самого лучшего проповедника слушали люди. Сотни тысяч. К моменту Его вознесения осталось только 120. К моменту Его, вернее, 120, помните, это были? Может быть, около 500 Он там являлся. Но верных, более преданных. В одно время их было всего 12. И Он обратился, сказал, вы тоже хотите отойти? Тысячи были, осталось 12 только. Это очень важно, братья и сестры. Мы не должны играть в религию. Никому это не нужно. Мы должны проверять свое сердце, насколько реально в своей жизни в течение недели я принимаю конкретное решение, я его исполняю. Если у меня есть желание, чтобы в моей семье была группа по изучению Библии, значит, это надо делать, не только мечтать об этом. Если у меня есть желание свидетельствовать другим людям, значит, это надо делать. Я вам дам материалы, пожалуйста, миллионы долларов работают вот так. Идите, раздавайте, говорите людям. Прекрасно работает. Если вы понимаете, что вы должны учить своих детей, но прошла неделя, и за эту неделю вы не провели со своими детьми малыми научить их писанию, и не сделали этого, ну, какой же тогда результат? Где конкретное решение? Вы думаете, что ваша работа, она гораздо важнее этого? Нет, не нужно Богу это. Богу нужно для того, чтобы мы учили себя и учили наших детей, учили наших близких, родных истинным писанием, чтобы мы сами в этом пребывали. Аминь. Тогда вот эти желания, которые не соответствуют духу писания, они будут подчиняться, мы их будем подчинять. Посмотрите, 2 Коринфянам 10, 4, что написано. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Помышление нужно пленять, братья и сестры, они сами просто так не сложат крылышки, нет. Они будут воевать, и мы должны воевать с ними, и мы должны побеждать и побеждать с силой Слова Божия. Помните, написано, юноши, вы сильные, почему? Вы победили, почему вы победили? Потому что Слово Божие вы имеете. Вот чем вы можете побеждать. Наша молитва сейчас к Богу, наша молитва к Богу о том, чтобы Он помог нам иметь вот это правильное отношение к Слову Божьему, к проповеди, к обучениям группах, к изучению Слова Божия дома, в группах, на работе. Когда вы едете в траке где-то, братья, слушайте Писание, не смотрите фильмы. Я удивляюсь, как можно ехать на траке и фильмы просматривать, десятки, сотни фильмов. Ну, это реально, я узнаю это от вас, тракисты. Смеетесь. Писание, вникайте в него. Необходимо принимать конкретные решения для того, чтобы изменить что-то в нашей жизни. Не сегодня, сегодня, то, что Бог не открыл, не откладывать это исполнение на завтра. Аминь. Будем молиться. Аминь.